Черногорск в ближайшее время получит дополнительную финансовую помощь на благоустройство. Речь идет об отдельных дорожных и дворовых участках. Михаил Развожаев накануне провел целый день на улицах города и познакомился со многими его жителями. Собственно, решение о выделении помощи – реакция на чаяние черногорцев. Подробности у Константина Кравцова. Пусть это не революция, но Михаил Развожаев, несомненно, привнес новый управленческий формат. Чтобы слышать народ, нужно говорить с народом. Он ходит по улицам Черногорска, общается с прохожими. Люди, как правило, спешат рассказать о самом наболевшем. Мы вот в этой грязи плаваем всякой. Воды все-все к нам стекают. У нас сумик с обротечет. Да, да. Вот если когда сильные дожди, к подъездам вообще невозможно подойти. Проблемы с благоустройством и на другом конце города. Здесь люди едва ли не проклинают свою управляющую компанию. Двор зарос бурьяном, детской площадки нет, как и нормальной дороги. Михаил Развожаев пообещал помочь людям, но впредь им самим было бы неплохо проявить активность. Для начала выбрать старосту дома и через нее или него строить диалог со своим ЖЭКом. В следующей неделе обязательно все-таки все проявите инициативу, придите, все обсудите с точки зрения управления дома. То, что вам надо, то, что не надо. Что касается вот этой вот всей ерунды, это я подключусь, помогу, вот здесь вот исправить. Но дальше надо просто как-то организоваться и дальше уже управлять своим домом. А это уже Черногорский парк. Некогда самое популярное место среди горожан. В последнее время этим похвастать не может. Благоустройство ведется несколько лет с переменным успехом. По мнению жителей, место здесь хорошее, но комфорта мало. А своими силами город вряд ли осилит финансирование. Проект надо будет, конечно, сделать там. Побольше тарзанок. Побольше тарзанок, это обязательно. И плюс, значит, надо пообсуждать будет действительно, чтобы это не наш был креатив чиновничий, а чтобы народ сказал. По итогу рабочего визита в Черногорск Михаил Развожаев сделал заявление. Уже в этом году будут проведены дополнительные работы по благоустройству. В частности, помимо ряда дворовых территорий, в порядок необходимо привести автомобильный подъезд к 17-й школе и соседнему детскому саду. Говорю еще раз. Такая точечная. Понятно, что проблем гораздо больше, чем те точки, которые я сегодня посмотрел. Но это общая модель. Мы с Ольгой Николаевной сейчас поговорили с главой. Буду ей помогать. Понятно, что у нее есть сложности с финансированием. Она должна активно включиться и, так сказать, слышать горожан и прикладывать все усилия. Константин Кравцов, Вести, Хакасия.